Здравствуйте! На портал Экзегет пришел вопрос, что понимают под сердцем. Под сердцем Церковь понимает средоточие жизни души человека. Не всегда. Например, у святых отцов встречается совет о том, чтобы ум следил внимательно за сердцем. Но иногда и все-таки чаще сердцем именуется именно душа человека. Как бы самое глубокое место его души, можно так сказать, источник жизни. «Сын мой, паче всего хранимого, храни сердце твое, потому что в нем источники жизни». Сердце — это место, которое надо очистить, и тогда ты увидишь Бога. Не ум надо очистить, а сердце. Христос говорит, блаженно чистый сердцем, потому что они Богу узрят. До конца понять, что это такое невозможно, потому что образ Божий в человеке включает в себя в том числе и тайну. Бог непознаваем. И сердце человека до конца непознаваемо, и этим тоже похоже на Бога. Сердце для человека — тайна для него самого, тайна для других. И только Господь зрит не на лицо, как сказано еще на Писании, а на сердце человека. То есть Господь видит сердце человека до самой глубины. Об этом, как считают святые толкователи, святые отцы, пророк Давид говорит, «бездна бездну призывает». Вот маленькая бездна, похожая этим на большую, на великую бездну, на Бога, призывает Бога. Это и есть молитва. Сердце человека глубоко. Туда заглядывает Господь и видит намерение этого сердца. Может быть, у человека ничего не получается, но сердце его любит Бога и стремится к Нему. А может быть, человек внешне делает очень много добрых дел, а сердце его стремится в другую сторону. И так бывает. Вот Господь все это различает. Поэтому, если попытаться дать определение, то сердце — это средоточие жизни души человека. Его самая глубокая точка, в которой нет дна. И этим оно похоже на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok